Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 не как властелин, не как человек, который будет красоваться красотой и блеском облачений, по ноги, крестов, строить себе дамаск, покупать себе дорогие автомобили. Я пришел, чтобы вместе с вами, дорогие мои братья и сестры, следовать Христовым путем, идти в Царство Небесное. Я прошу моих старших собратьев, Владыку Иосифову, Владыку Никона, помолиться за меня, чтобы мне быть достойным помощником Его Святейшеству, лично вам, чтобы вам не краснеть за тот выбор, который вы сделали. Я прошу своих собратьев, священнослужителей, помолиться за меня и быть мне верными помощниками, потому что без вас я не смогу проходить свой путь так, как нужно. Во время беседы со Святейшим Патриархом, Святейший сказал, какие задачи сейчас стоят перед архиереем. Какая главная задача? Это не красоваться, опять, как я говорю, в архиерейском сане, а трудиться. Трудиться во славу нашей Церкви, во славу нашей страны, во славу русского народа. Потому что, что греха таить, Русь вымирает, русский народ исчезает. И главная сейчас задача – это ложиться на бремя пастырей, архипастырей. И вот это главная задача, которую я вижу сейчас перед собой, которую сказал мне Святейший при его беседе лично. А для того, чтобы мы могли быть авторитетом для людей, мы должны жить и служить так, как ждет от нас народ. Чтобы Церковь это не была копилка и возможность заработать и прожить. Служение священника, тем более архиерея, это служение ради Христа, до смерти. И когда люди видят, как мы служим, и тогда будут полные храмы, и русские люди не вымрут. Не только Церковь, не только, конечно, и люди, конечно, и власти города, с которыми нам придется работать, и которых также я прошу мне помогать, как молодому архиерею, потому что я не имел послушания такого общения с властями. Но надеюсь, что вы мне поможете, а я со своей стороны приложу все усилия и старания, чтобы мы друг другу были полезны, и чтобы наш город, наша епархия была достойна, а она достойна, потому что здесь служили великие угодники Божии, как святитель Василий Кенишемский, мученик, который пошел за Христа, несмотря ни на что. И вот первое время прошу потерпеть, потому что неустроенная епархия, нету где сейчас нам жить, нету где пока устроить епархиальное управление. Но, дорогие мои, это все, я вам скажу, мелочи. Главное понимание, для чего мы с вами здесь, для чего усилена Иваново-Вознесенская земля тремя архиереями, для того, что для пользы церковной и духовной. И я прошу вас, дорогие мои, принять меня как архиерея и принять как отца. Я доступный человек, у меня нет никаких амбиций любого священника, любого человека, по мере сил, по мере возможностей, я всегда выслушаю, всегда помогу, чем могу. В первое время, опять же, я прошу вашего снисхождения и прошу ваших святых молитв, и прошу меня благословить своими молитвами, своим сердцем на этот крест, на это послушание, которое мне дала Церковь. Благодарю вас. Многие вам приветствуют. Спасибо, Господи. Благодарю вас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И жене, что она должна быть главной в семье. Это очень большая ошибка. Не поддавайтесь этому соблазну. Голова. А у жены глава. Гармония. Помогай, Господи. Спасибо, до свидания. Смотрите, лишнее дело никогда не дается. Я его не отправлял. Это, кстати. Георгий, подожди. Ты сейчас знакомый. С сегодняшним вступлением на кафедру епископа Кенишемского-Типалевского-Тилариона закончен процесс становления Ивановской митрополии. Для нас это поистине историческое событие. Важность его заключается в том, что созданием новых епархий в рамках митрополии у епархиального архиерея появляется возможность более подробно вникать в жизнь того или иного прихода. Особенно это касается приходов отдаленных. И епископ не только может познакомиться с проблемами, но и теперь уже самым непосредственным образом участвовать в жизни этого прихода и изменять состояние прихода в лучшую сторону. Мы возлагаем очень большие надежды на архиерейский совет, который будет создан в рамках Ивановской митрополии. В него войдут три архиерея и секретарь, избранный из состава священнослужителей, которые пользуются наибольшим доверием и уважением епархии. Те решения, которые будет принимать архиерейский совет, они будут касаться наиболее важных вопросов в жизни митрополии, в жизни наших епархий. И поэтому это дает возможность более объективно подходить к рассмотрению той или иной проблемы. Ну и решения, конечно, будут более авторитетными и принимаемыми духовенством и мирянами. Кинишемская епархия достаточно обширна и по своей территории, и по численности населения, и по количеству приходов. В Кинишеме сложилась достаточно активная православная среда, и я уверен, что у владыки Илариона будет обширное поле для архипастерских трудов. Спасибо. Спасибо.